Всем привет! Сегодня я хочу с вами поговорить на очень такую интересную тему, как мне кажется, а именно отличие между профессиональной, люксовой и бюджетной косметикой из масс-маркета. Если вас всегда интересовал этот вопрос, в чем же такое фундаментальное отличие, то это видео как раз для вас, тем более я в последнее время получаю очень много комментариев по поводу того, как мои клиенты относятся к тому, что я использую на них косметику из масс-маркета, к примеру, когда делаю макияж, или что лучше, все-таки проф покупать, или можно какие-то вещи из массы покупать, или может быть какие-то вещи лучше в люксе покупать, чем оно конкретно отличается одно от другого. Этих вопросов я получаю огромное количество, именно поэтому мы сегодня с вами здесь собрались, для того, чтобы я вам попыталась максимально доступно объяснить, в чем конкретно фундаментальная разница между всеми этими тремя категориями. Я думаю, что я сегодня развенчаю какие-то определенные мифы, которые, возможно, у вас сложились, и давайте приступим с самого очевидного, с профом. Чем же, собственно, отличается проф от всей другой косметики? Многие думают, что профессиональная косметика отличается в первую очередь качеством, что это косметика, которая именно рассчитана для профессиональной работы визажиста, профессиональных каких-то съемок, профессиональных макияжей, там, я не знаю, выхода в свет, я не знаю, для чего еще, но вот основное мнение именно в этом и заключается. И еще бытует такое распространенное мнение, что профессиональной косметикой нельзя пользоваться ежедневно, что она забивает поры, портит кожу, вызывает прыщи и так далее и тому подобное. И обо всем, что я сказала до этого, я могу сказать да, но не совсем так. Теперь объясню, чем фундаментально отличается профессиональная косметика, вообще профессиональная линейка от люкса или масса. В первую очередь и в самую главную, наверное, очередь, это наличие различных текстур и наличие широкой растяжки цветов. Вот это два самых главных отличия профессиональной косметики. Не качество, не какие-то особые свойства, не там, я не знаю, какие-то чудеса, которые визажист может творить с этой косметикой. Самое главное, это обильное наличие всех текстур, плюс это широкая растяжка по цветам. Теперь давайте разберемся, о каких, собственно, текстурах я сейчас говорю. Я говорю о том, что в профессиональных линейках, если мы, например, смотрим на ряд тональных основ, то тональные основы всегда в профессиональных марках есть, как легкие, так и плотные, так и средние, так и флюиды, и совсем плотные замазки. Есть с сияющим финишем, есть матовые, есть, я не знаю, там, полматовые, есть еще какие-то текстуры. То есть все, что вы можете себе придумать, должно быть внутри профессиональной марки. Зачем? Потому что визажисту, по сути, для работы может понадобиться все, что угодно. Одна девочка к нему может прийти с супер жирной кожей, и ее главное требование будет сделать мне матовое лицо, и в то же время придет какая-то девочка с супер сухой кожей и скажет, сделайте меня сияющей. Поэтому, когда вы идете в профессиональную марку, у вас есть огромный выбор текстур, финишей, разных там формулировок, которые делают просто разный эффект на лице. То же самое касается широкой растяжки оттенков. Нигде вы не найдете настолько широкую растяжку оттенков, вот по всем категориям косметики, как в профи. Если мы смотрим на тени, то там просто вот миллион оттенков, все, которые только вот можно придумать, все вот в профи практически есть. Если мы говорим про тональную основу, опять-таки, это не будет там растяжка из 5-6 оттенков, это будет растяжка 20 оттенков, 30 оттенков, то есть это будет очень широкая линейка. То же самое касается любой другой категории. Если это румяна, то опять-таки румяна там просто огромное количество, это не там три оттенка каких-то банальных, персиковый, розовый там и какой-нибудь там нейтрально-кирпичный. То есть очень-очень широкая линейка всего, чего только можно представить. Вот это главное фундаментальное отличие профа. Что касается того, можно ли профессиональной косметикой пользоваться каждый день или нет, это относительно, я бы сказала, миф все-таки, потому что если посмотреть на состав определенных продуктов в профи, допустим, тех же теней или, допустим, там того же консилера, он может быть очень похож на состав абсолютно аналогичного там какого-то похожего консилера в люксе или в масс-маркете. То есть сильно каких-то вот конкретных ингредиентов вот таких вот губительных прям для кожи в профи не обязательно в каждом продукте оно есть. То есть если, допустим, есть какая-то силиконовая база, которая супер сильно матирует кожу, она может быть как в люксе, так и в профи, так и в массе сделана на основе того же самого диметикона. И что там, что там, что там, она будет очень сильно забивать поры, будет вызывать раздражение, прыщи и так далее и тому подобное. Также есть индивидуальная чувствительность, там какая-то непереносимость определенных компонентов. То есть я не могу вот по собственному опыту сказать, что вот конкретно проф косметика вот прям сильно портит кожу по сравнению там с какой-то другой косметикой. Если вы не пользуетесь натуральной косметикой, какой-то органической, то что бы вы ни взяли, оно все создано на основе каких-то синтетических ингредиентов, более или менее составы всегда похожи. Вот какие-то вот ключевые моменты всегда они похожи, где-то там чуть-чуть так, чуть-чуть так, но тем не менее какой-то сильно фундаментальной там какой-то разницы вы не найдете. Поэтому если, к примеру, там какая-то тональная основа из профессиональной марки забивает вам поры, и вы поэтому решили, что вся профессиональная косметика теперь ни в коем случае не подходит для использования каждый день, это неправда. Есть просто персональная какая-то индивидуальная чувствительность. Если это не подходит, попробуйте что-то другое. Это не подходит, еще что-то другое подойдет, возможно. Такими пробами, к сожалению, из какой бы вы категории не выбирали себе косметику, вы в любом случае не сможете всегда угадать на 100%. Вы можете купить самую дорогую тональную основу, на которой написано не забивает поры, выглядит там натурально, делает кожу там супер-пупер персик и так далее и тому подобное, но при этом вы ее наносите конкретно на свое лицо, и она выглядит ужасно. Это реально может случиться. Поэтому как бы именно вот в плане того, что она сильно вредная, я бы сказала, что лучше, наверное, все-таки так не думать. Теперь, что касается люкса. Люкс это вообще сегмент, он сам по себе и называется люкс. Это сегмент дорогой, который в первую очередь нацелен на то, чтобы женщины более какого-то высокого класса, да, высокого статуса своего могли пользоваться этой косметикой, могли показывать ею свой статус. То есть, к примеру, если женщина, например, бизнесмен, она, у нее дорогая машина, у нее хороший маникюр, красиво уложены волосы, я не знаю, там, дорогая машина, дорогие часы, я, по-моему, об этом сказала уже, неважно. Она не может себе просто позволить достать из косметички какую-то помаду, там, Maybelline, которая вся из пластика сделана, упаковка. Для нее это вот просто нелогично. Потому что, по сути, как бы она покупает дорогую машину не потому, что она, ну, там, как-то, ну, намного круче ездит, чем какая-то другая. Да, она комфортнее, она лучше, она круче выглядит. Покупает дорогие часы не потому, что они лучше время показывают, а потому, что они просто показывают ее статус. То же самое и с люксовой косметикой. Но в ней есть еще такая небольшая особенность. Люксовая косметика всегда будет в очень хорошей, красивой упаковке. И есть еще такая небольшая особенность люксовой косметики. Это то, что зачастую, это не все категории касается, вот, например, даже вот если взять тени, тени зачастую не пигментированы, не сильно пигментированы. Почему? Потому что женщины, которые уже могут позволить себе люкс, а зачастую это от 30 и старше, в большинстве своем они никогда не делают выразительный какой-то яркий макияж. В люксе подавляющее большинство косметики именно больше рассчитано на такое, как бы, подчеркивание естественной красоты, то, что называется. То есть, если мы берем какую-то палетку теней в люксе, скорее всего, она не будет сильно пигментированная. Почему? Потому что женщина, которая будет краситься, ей не нужен этот бешеный пигмент. Ей нужно немножко подчеркнуть складку, немножко там выделить там зону роста ресниц, немножко там, я не знаю, добавить румяна себе какие-то, ну, чтобы естественный красивый румянец был. Ей не нужна такая мега супер раскраска, как для фотосессий, я не знаю, как для какой-то вечеринки клубной. Ей это просто не нужно. Поэтому в люксе чаще всего делаются, скорее всего, такие текстуры. И вот это то же самое, что касается тональных основ. Супер какое-то плотное покрытие в тональных основах реже намного встречается, чем какое-то среднее или легкое. Потому что большинство женщин, которые покупают люкс, они ищут что-то или легкое, или среднее покрытие. Покрытие, тона какие-то такие, скажем так, неброские, очень натуральные, очень естественные, очень подчеркивающие естественную красоту, подчеркивающие какие-то естественные черты лица, но в то же время, которые не будут громкими на лице. Именно поэтому в люксе мы чаще всего встречаем растяжку помад в очень таких вот нейтральных тонах, каких-то очень классических тонах. То есть то, что в любое время модно, актуально и очень-очень редко бывают там какие-то, например, лимитные коллекции, которые посвящены какому-то определенному тренду. Если, например, сейчас очень модно яркие, там очень насыщенные, там темные губы, то, например, там какой-то Шанель может выпустить лимитную коллекцию, которую назовет, там, я не знаю, как-то по-модному назовет, и там будет, например, два оттенка помады именно в таких тонах, которые будут нацелены конкретно на этот сезон, пока это модно. Это, скорее всего, раскупят маленькой партией, они его делают, и все. Как бы они его дальше не выпускают, и обычная их линейка состоит из очень таких вот классических, красивых и повседневно-носких оттенков. И я это встречаю на самом деле сплошь и рядом, вот именно в люксе это действительно сплошь и рядом. И что касается цены, цена такая формируется не от того, что это какое-то бешеное качество, что это там самые лучшие ингредиенты используются, нет, это далеко не так. Так, цена формируется в первую очередь из стоимости самой косметики и из стоимости упаковки, так как люкс выпускается не таким широким размахом, поэтому если, к примеру, вы производитель, и вы на заводе заказываете производство, там, не миллионными тиражами, а тысячными, да, тиражами, там, даже если 100 тысяч, или 200, или 300, или 500 тысяч, но в то же время это не 10 миллионов и не 20 миллионов, то цена за одну единицу будет намного дороже. Поэтому дорогая упаковка какая-то уникальная, плюс цена за единицу получается намного выше, чем в масс-маркете. И это все, плюс еще бренд, естественно, конечно же, потому что в каждом продукте уже заложена определенная стоимость тоже рекламы, которая идет на раскрутку этого люксового продукта. Поэтому вот все это в целом и составляет цену на люксовые продукты. Если это то, что вам нравится, то есть вы зашли в магазин, вы увидели красивую упаковку, вам подошел оттенок, вам нравится там, я не знаю, пигментированность оттенка теней, вы берете, вы довольны, вы этим пользуетесь, то есть никаких претензий. Но в то же время говорить о том, что опять-таки эта косметика чем-то там сильно разительно отличается по своему составу, по своим свойствам, по тому, как она работает, это тоже абсолютно неправда. И на закусочку у нас остался масс-маркет. Масс-маркет, почему он такой недорогой? Потому что он нацелен на огромное количество молодых девушек в первую очередь, начиная от подростков и заканчивая где-то зоной до 30 лет. Ну, в среднем это основные, это основная возрастная категория, которая покупает масс-маркет. Конечно, могут покупать в разном возрасте, как люкс, так и проф, так и масс, но мы говорим сейчас об общепринятых таких стандартах. В среднем рассчитан масс-маркет на девушек от подростков и заканчивая где-то зоной 30-30 с небольшим. И из чего состоит цена? Опять-таки, это упаковка стоимость за единицу. Так как в масс-маркете производство идет просто многомиллионным, то получается, что каждая отдельная единица стоит намного дешевле. Плюс используется зачастую стандартная упаковка, то есть вы похожие упаковки можете увидеть как там, например, у Maybelline, так и у L'Oreal, так и у Bourjois и так далее и тому подобное. То есть, например, там тональные основы могут быть в похожих упаковках, туши могут быть в похожих упаковках, помады могут быть в похожих упаковках. То есть, это стандартная упаковка, которая немножко чуть-чуть там персонализирована под какой-то определенный бренд, напечатано лого, напечатаны там оттенки, ну, в общем-то, такое, ничего сверхъестественного. Поэтому именно из-за этого, из-за того, что это огромное производство, из-за того, что упаковка, по сути, очень стандартная такая базовая, именно из-за этого цена очень сильно снижается. И поэтому производители могут предложить довольно доступные цены. Опять-таки, что касается состава, то можно встретить, как в масс-маркете, так и в профи, приблизительно одинаковый состав на определенные продукты. В то же время цена будет сильно отличаться. И если, прослушав сейчас все это, вы все еще хотите со мной поспорить, то в заключение скажу, что если бы косметика масс-маркета, профа и люкса сильно кардинально чем-то отличалась, то не было бы на YouTube столько видео по аналогам, не было бы столько постов на блогах по аналогам из более там дешевой косметики. Потому что, например, удачный для вас цвет помады можно найти как в массе, так и в профи, так и в люксе. Просто с некоторыми продуктами нужно больше заморочиться, чем с другими, и действительно поискать. Поэтому я уверена, что если у вас есть какой-то любимый продукт, к примеру, из люкса, то что-то аналогичное или очень похожее можно найти в масс-маркете, просто нужно будет достаточно много перепробовать, чтобы, скажем так, всех лягушек отбросить и найти своего принца. В общем-то, в принципе, на этом, наверное, можно и закончить это видео. Единственное, что забыла сказать, что в масс-маркете тоже цвета отличаются от люкса зачастую, потому что это более какие-то яркие, могут быть более выразительные, более молодежные цвета. То, что, собственно, популярно у молодежи, возможно, какие-то более темные оттенки теней, там клубный макияж, там какие-то более броские неоновые помады и так далее и тому подобное. Хотя в масс-маркете тоже очень много именно таких натуральных тонов, но в то же время, почему нам сложнее в масс-маркете найти какую-то действительно хорошую, там, например, розовую помаду или действительно классную, там, мюдовую помаду, потому что все самые-самые супер-пупер такие классные проверенные оттенки зачастую отдают в люкс, а в масс-маркете все-таки отдают такие чуть менее носибельные, хотя там тоже очень много классных вариантов можно найти. Все, на этом точно вроде уже все вам рассказала. Очень интересно почитать ваши комментарии, что вы думаете по поводу того, что я вам рассказала, есть ли вам что добавить на эту тему. Мне будет очень интересно почитать. Поставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!